Я хочу вам сказать, человек – это существо, рожденное от своих родителей. Но в случае, если человек начинает развиваться в дальнейшем, то данный человек является существом, духовно развиваться, то данный человек является существом, который фактически является рожденным от Бога. Так как человек, рожденный от родителей, он проживает с позиции эгоизма, а также с позиции амбициозности, считает, что он основа земли. Духовный же путь человека связан с его духовным возрождением и с пониманием того, что есть дополнительная третья сила, которая является Богом. И эта третья сила дополнительно является для человека важным и неоспоримой опорой в виде еще духовного отца, то есть по-другому Бога. Человек есть существо, созданное по образу и подобию Божьему. В чем смысл жизни? Это второй вопрос. Ну, он выходит из первого вопроса. Вот смотрите, у меня родился ребенок. Скажите, что я хочу дать этому ребенку или зачем я рожаю этого человека? Даже не зачем я рожаю, а в тот момент, когда родился у меня ребенок, какие желания у меня, когда я начинаю смотреть за этим ребенком, думать о нем? Давайте я вам скажу, как отец своего ребенка и как отец многодетного семейства, могу сказать, что когда у меня ребенок рождается, я хочу этому ребенку счастья. Когда ребенок рождается, первое, что хочет человек, как отец, он хочет ему счастья. А скажите, буду ли я думать о том, что мой ребенок, которому я хочу счастья, мне бы хотелось, чтобы он прожил в счастье? Конечно. Тогда ответ, в чем смысл жизни, заключается вот в чем. Бог создал человека для, и дальше сами скажите это слово, для того, чтобы он прожил счастливым. Быть счастливым, это и есть наша основная цель и наша основная задача, для того, чтобы не расстраивать своего духовного отца, то есть по-другому Бога. В чем смысл жизни? Я уже объяснил. Смысл жизни является смыслом, в ходе которого человек должен быть счастливым человеком. Задайте себе вопрос, исполняете ли вы миссию божественную, которая наложена на плечи человека, и являетесь ли вы счастливым человеком? Ответив на этот вопрос, скажите себе, кто мне мешает быть счастливым человеком? И дальше разделите. Это мое внутреннее состояние мешает, это внешнее мир мешает, и что, по моему мнению, быть счастливым человеком? Я хочу вам сказать, что для того, чтобы человек становился счастливым человеком, ему необходимо, чтобы в середине его по чуть-чуть исчезало вранье. Но к этому мы сейчас вернемся. Следующий вопрос, третий. Есть ли у человека предназначение? Скажите, когда у вас родился ребенок, есть ли у человека предназначение? Дальше мой ответ такой. Скажите, если у вас родился ребенок, то у вас есть перед этим ребенком желание, или у вас есть четкое предназначение, для чего этот ребенок у вас родился? Я считаю, что когда человек говорит, в чем мое предназначение, он немножко льстит себе. Дело в том, что когда у меня рождались дети, то я не думал о их предназначении. Я считаю, что основным предназначением родившегося ребенка является предназначение того, что он удивил и, наверное, добавил любви в жизнь того родителя, у которого он родился. Именно поэтому я часто говорю, человек предназначен, или его основное предназначение заключается в том, чтобы он прожил в радости, а также прожил счастливо. Это основное предназначение любого человека. В случае, если вы проживаете нерадостно и несчастливо, то вы страдаете, тем самым, наверное, ваш отец страдает вместе с вами. Допустим, в тот момент, когда страдает мой ребенок, в этот момент страдаю я. Так же происходит у обычного человека. Но неужели невозможно найти в себе небольшое количество радости, чтобы жить чуть-чуть радостнее? Ну, почему люди находят возможность все время, все время грустить, включать у себя злость, апатию, нервничать? Ну, неужели нечем в жизни заняться? Неужели сложно найти вот эту внутреннюю силу для того, чтобы хоть как-то включить позитив в своей жизни, хоть как-то начать обращать внимание на внутреннюю радость? Ну, выспаться нужно, покушать нужно, не нужно все время в себе ковыряться. Человек обязан находить радость в своей жизни любыми ему доступными способами. Что такое уровни человека? Уровни человека – это уровни, которые обозначают, от чего он может максимально испытывать радость. Самый нижний уровень – это радость только от сексуальных отношений. Средний уровень – этих уровней много. Это радость от еды, радость от вербальных контактов. Третий уровень – радость от того, что видят глаза. Четвертая радость – радость от надежды того, что скоро что-то произойдет. Пятая радость – внезапная, исходящая просто так, внезапно, радостно появляющаяся. Итак, что такое любовь? По моему мнению, любовь является элементом безвозмездного служения человеку, который буквально звучит так. Человек, который говорит «я люблю тебя», фактически произносит следующие слова. «Мое тело, мои деньги и все, мои чувства, все принадлежит тому, кому я говорю «люблю» безвозмездно». То есть, даром я готов это все отдать. То есть, это тотальная самоотдача человеку. Таким образом, можно сказать, что слово «люблю» говорить просто так чужим людям я бы не рискнул. Потому что, если вы будете налево и направо дарить любовь, а также думать о любви и произносить «я тебя люблю», то, скорее всего, в вашей жизни найдутся те люди, которые захотят безвозмездно воспользоваться вашим телом, вашим имуществом, вашей жизнью и так далее. Вот что происходит на самом деле, когда человек начинает очень активно популяризировать, а также практиковать практики, которые связаны с элементами проявленной любви. Я бы на самом деле не рискнул бы заниматься вот такими практиками, потому что я считаю, что это однозначно 100% в дальнейшем приводит человека к тому, что он сталкивается с трудностями физического здоровья, так как кто-то отбирает его здоровье. Когда он говорит «люблю», он фактически говорит «ты можешь безвозмездно забрать все, что ты хочешь и что принадлежит мне». Теряет финансы, теряет бизнес, теряет семьи, это все на фоне того, что это происходит. У меня была женщина, она мне написала во время поста «не дарите просто так свою любовь». Она мне написала «надо же», а я была очень успешной женщиной, с семьей, с хорошим мужем, с любимыми детьми. И каждый раз, когда я отвечала по телефонному звонку, я всегда говорила «люблю, целую» и дальше «люба». И говорит, это были смс-ки, это было все время. Итог такой, сейчас она очень больная, очень несчастная, потерявшая имущество женщина. Вы представляете, это всего лишь одно слово. Данное слово является важным для человека словом, которого произносить необходимо только тем людям, которых вы искренне и со всей силы обожаете. Что ждет человечество? Это шестой вопрос. Человечество ждет кармическое обучение, которое связано с выводом, который человек ставит перед своей смертью. Вот смотрите, каждый раз, когда человек рождается и проживает свою жизнь, то в момент своей жизни он может сделать вывод о том, как он прожил жизнь. Если этот вывод он сделал, то в следующей жизни жизнь его будет другой. В случае, если он вывод никакой не сделал, то в следующей жизни жизнь будет такой же. Таким образом, каждый вывод, который является выводом жизни, является выводом кармическим. И я могу сказать вам вот что. Из-за того, что так устроен принцип жизни, люди, которые жили в средние века, были более кровожадные, а также были более, наверное, жестокими, чем сейчас. Несмотря на то, что очень активно возрождалась в них и культивировалась среда христианского мира, которая говорит о том, что апатия, лень, злость, гнев и все остальное это плохо, и бескорыстие и так далее, это очень важно, не укради, не убей и так далее. То есть в христианском мире, который на протяжении 2000 лет, 2018 лет присутствует на территории тех стран, где было средневековье, ну и наших стран, не привело, к сожалению, людей к тому, чтобы они за счет данной философии могли быть другими. Но я могу сказать, что все же что-то повлияло на этих людей. И сейчас люди менее кровожадные, сейчас, наверное, никто не захочет смотреть на дыбы, а также на распятие. И это говорит о том, что кармическое перерождение людей со временем делает их высокодуховными существами, вырабатывая у них качество нового и вновь-вновь обучающих программ, которые они воспринимают в виде вывода перед своей смертью. Так в одной жизни ты убиваешь, а в следующей жизни тебя убивают, и в третьей жизни ты уже не будешь не убивать, не захочешь кого-либо убивать, и сам не захочешь при этом быть убиенным. Таким образом, это говорит о том, что мир и наше человечество с каждым нашим перерождением будет становиться лучше, лучше, и что ждет человечество? Человечество ждет улучшения жизни, улучшения отношения друг к другу, отношения к семье, отношения к людям. Это все его ждет, и это в дальнейшем будет происходить. Будут ли концы света и завершения этого мира? Нет, к радости на нас не упадет метеорит, не будет цепной реакции вулканов, также не произойдет глобальное похолодание и потепление, также нигде не взорвется атомная или водородная бомба, также мы будем спустя 2000 лет вновь и вновь наши потомки, а также перерожденные мы, будем вновь и вновь присутствовать на каких-то вебинарах, вероятно, изменится технологическая система передачи информации, ну и в дальнейшем люди будут становиться лучше и лучше и смотреть уже с призмы своего времени на наш социум, как на дикий, жестокий, лживый, хищнический, средневековый мир. Что дает человеку элемент обвинения своих родителей? Я хочу вам задать такой вопрос. Как вы думаете, если человек создан по образу и подобию Божьему, и Бог является элементом или является тем существом, которое создало человека для того, чтобы человек прожил в радости, и тут стоит такой вопрос. Скажите, почему тогда Бог, как отец человека, не помогает человеку быть более счастливым человеком? Почему Бог, как правило, не помогает человеку? И здесь все связано с определенным эзотерическим правилом. Я хочу вам сегодня этот вопрос задать. Скажите, как вы относитесь к своим родителям? Вы им помогаете? Как вы относитесь к своим детям? Вы этим детям помогаете? Как вы относитесь к своим сестрам или братьям, которым необходима помощь? Скажите, вы им помогаете? Вот если у вас будет вопрос «да», то можете поставить черточку, как можно помогать человеку, если у вас нет финансов. Ему необходимо помогать физически, душевно. Этому человеку необходима, возможно, физическая помощь. Человек должен обязательно помогать своим близким. Как необходимо относиться к родителям и для чего это необходимо делать? Я хочу вам сказать, это является лакмусовой бумажкой. Если ребенок помогает своим родителям, то тогда он становится очень везучим. Почему? Так как Бог, один большой родитель, начинает понимать, что глаз за глаз, зуб за зуб происходит. То есть, если ты помогаешь своим родителям, то Бог помогает тебе. Если ты за что-то ненавидишь родителей, если ты за что-то плохо относишься к своим родителям, если нечего с этих родителей взять и так далее, то таким образом человек становится эзотерический и в жизни нарушает эзотерические законы, в жизни становится невезучим, ему перестает вести, ему перестает попадаться нужная работа, деньги исчезают и так далее. Естественно, любое культивирование того, что в памяти есть ситуации, при котором родители были плохими, неправыми, совершали проступки по отношению к вам, эти все ситуации необходимо забыть. Если вы эзотерически стремитесь к тому, чтобы Бог начал вам помогать, иначе у вас ничего в жизни получаться не будет. Также хочу сказать, что существует эзотерическое правило. Оно звучит так. Обвинения и воспоминания об отце чего-то плохого приводят человека и его семью, кстати, к тому, что в дальнейшем семья этот человек остается навсегда без денег. Поэтому, если в вашей памяти есть проступки, которые совершал отец, проступки, которые совершали мужчины в вашей семье, связанные с вами кровными узами, знайте, необходимо это все обязательно в себе перебороть и стараться об этом не вспоминать. Иначе это будет одной из причин того, что в вашей жизни не будет денег. Естественно, если вы женщина или мужчина, и обвиняете мать, вспоминаете что-то плохое про мать, то в дальнейшем женщина теряет свою красоту. Так как чем сильнее девушка или мужчина любит свою мать, тем красивее она будет, тем красивее она в глазах других людей будет выглядеть на улице. И чем более сильно женщины обожают и любят своего отца, не вспоминая какие-то гадости, тем больше материального благополучия в жизни у таких людей будет. Естественно, когда, допустим, человек может мне сказать, я достаточно взрослая, у меня сейчас нет в живых ни мамы, ни отца, я хочу вам сказать, зато у вас есть дети, зато у вас есть близкие, скорее всего, у вас есть родные, какие-либо родственники, которые связаны с вами по крови. Вы обязаны это знать, что в случае, если вы будете стараться им безвозмездно помогать, то в дальнейшем, скорее всего, на вас будет обращать внимание фортуна. Человек может научиться счастью, начиная себя обучать, от чего он может быть счастливым. И в случае, если человек плавно нарабатывает элементы счастья, он начинает становиться счастливым от одежды, от воды, от того, что он там что-то кушает, от того, что он с кем-то общается. Это счастье, оно разрастается, это как цветок, какой-нибудь цветок, который медленно начинает расти, и счастливая жизнь – это плоды, которые появляются в виде счастливой семьи после этого. Проходите мои ступени, я об этом рассказываю постоянно. Как человек создает свои страдания? Вот у вас сейчас ряд страданий. Вы пришли в эзотерическую школу Кайлас, так как в вашей жизни присутствуют страдания, и вы не знаете, как из этих страданий вам выйти. Итак, для чего даются страдания, а также как избавиться от страданий. Есть одна концепция, она очень глубоко культивируется в моем эзотерическом направлении или в философской доктрине моей школы. Эта концепция звучит так. Радость приходит к человеку, если человек хвалит. Почему? Вот смотрите, между мужчиной и женщиной какие есть элементы. Допустим, если мужчина, допустим, нежный с женщиной, то тогда женщина к нему благосклонна. Посмотрите, если мужчина, допустим, нежен с женщиной, то она благосклонна к мужчине, а если женщина нежна к мужчине, то он благосклонен к ней. Таким образом, существуют концептуалы такие. Один из концептуалов – это возможность проявлять свою нежность, и эта нежность проявляется в виде хвалы. Поэтому, когда человек живет в концепции того, что он все хвалит, то в его жизни появляется и накапливается радость. А в случае, если человек начинает хулить, то это вызывает у человека страдания. А теперь посмотрите, как множество людей живут на планете Земля. Они начинают кого-то ругать. Вообще, поставьте для себя идею такую. Попробуйте на протяжении дня или месяца, попробуйте посмотреть, к какой чаше весов вы более склонны. Вы склонны более критиковать, ругать и хулить, или вы склонны к тому, чтобы поддерживать, поощрять и хвалить то, с чем вы живете, и то, вокруг чего вы живете. Вот смотрите, если вы хвалите еду, хвалите того человека, который ее приготовил, хвалите жизнь за то, что на улице что-то происходит, хвалите тех, кто не очень хорошо себя ведет, и хвалите тех, кто хорошо себя ведет, то вы можете столкнуться с тем, что у вас появится радость. Но люди, они умудряются жить по-другому. Эти виноваты, этот козел, эти плохие, ребенок плохой, почему ты не учился, сколько можно. Вы воспитываете, вы критикуете, вы постоянно чем-то недовольны. То есть вы по-другому выбираете для себя путь. Не напрасно в Библии написано, что Бог создал человека, и человек сам выбирает для себя путь. Выбирает путь радости или путь страдания. Так вот, открытие, оно существует. Это открытие звучит так. Если вы хвалите, в вашей жизни будет радость. Если вы хулите, ругаетесь, то в вашей жизни будет горе, а также в вашей жизни будет страдание. Поэтому выберите уже сегодня для себя этот путь. Вот что вы начали делать? Вы начали страдать. Это говорит о том, что в жизни склонны к тому, чтобы критиковать. Я считаю, что энергию человека может поднять только монопища. Какая-то вода, а также яблочко, а также отдельно не сваренное, а сырое что-то. Вот орех можно съесть. Или можно съесть какую-нибудь приправу, специю, травинку. Если это монопища, то есть отдельно куркуму, отдельно кориандр, или отдельно огурец, или отдельно помидор. Это продукты, которые находятся отдельно. Это продукты, которые попадают в ваш рот, в виде монопродукта. И вот данный продукт, который можно кашку, которая сварена без масла, а просто с водичкой и без соли. Потому что в монопродуктах, в которые ничего не добавлено, это монопродукты, из которых черпает человек огромную энергетическую силу. Но есть одна тайна. Для того, чтобы продукт или монопродукт отдал вам силу свою, необходимо знать, что в тот момент, когда вы едите такой продукт, вы должны представлять, будто в этом продукте вы видите солнце. Если вы будете брать каждое утро, съедать яблоко, в котором вы будете видеть солнце, это яблоко будет заряжать вас энергией на весь день. Такое солнце бессмысленно представлять в случае, если есть борщ или суп, или оливье и так далее, так как это уже смешанные продукты. Но в случае, если вы пьете воду, представляете солнце. Если вы едите яблоко или огурец, представляете солнце, то вы в дальнейшем можете ощутить на себе ту энергию, которая сделает вас энергетически, физически сильными. Я ответил на вопрос, какая пища может поднять энергию. Ответ монопища, вода, яблоко. В одном экземпляре, если в нем представить солнце, и съесть это в одном экземпляре, допустим, огурец, в котором солнце, яблоко, в котором солнце, дальше виноград, в котором солнце, и так далее, даже вино, в котором солнце. Это все является монопродуктами. Если съедать монопродукт, в котором солнце, то это дает человеку яркую энергию. Особенно, если это что-то сырое, невареное. Дальше. Как жить расслабленно? Такой вот вопрос. Я считаю, что человек может жить расслабленно в двух элементах. Если он тотально принимает себя и принимает ту жизнь, в которой он находится, принимать это значит не злорадствовать, принимать это значит никого не воспитывать, принимать это значит не критиковать. И второй элемент. Человек может жить расслабленно в случае, если у него есть святая вера. И он живет через принцип слов «Скоро у меня это появится» и после этого не заморачивается. Таким образом, святая вера и тотальное принятие себя и окружающего мира может позволить человеку жить расслабленно. Я понимаю, что ученики младших ступеней или люди незнакомые с эзотерикой практически не поняли, что я сказал. Но я могу вам сказать, что для тех людей, кто будет в дальнейшем развивать свою духовность, мои слова со временем могут оказаться, могут быть теми словами, которые приведут человека к состоянию просветления. Что с точки зрения эзотерики делать добрые дела? Обычно люди используют потом в своих интересах после того, как им помогают. Смотрите первую ступень, я об этом рассказываю. Я рассказываю об адвайте, а также рассказываю о добрых делах и для чего другие делают, для чего люди делают эти добрые дела. Я отвечу на ваши вопросы только в конце того, когда прочитаю все свои вопросы, которые вы мне задали и дам на них ответы. Итак, есть ли упражнение, которое поможет эзотерически и энергетически избавить человека от всех заболеваний? Да, данное упражнение есть, это мой ответ. Данное упражнение существует, это упражнение, которое широко используется в разных эзотерических и культовых системах. Это в буддизме используется, это используется в удаизме, индуизме, в шиваизме, в тантризме. Используется это в иудаизме, я уже говорил, в христианской религии, в исламе, практически во всех эзотерических и религиозных направлениях существует такое упражнение. Это упражнение, когда человек кланяется. Оказывается, существует определенное упражнение, в ходе которого человек избавляется от всех заболеваний. Человек должен ставить вот так вот руки, согнутые, так, чтобы ладони были возле его лица, и делать очень неглубокие вот такие вот поклоны. В случае, если он делает, сидя, такие поклоны, и делает 5 минут утром и 5 минут вечером, эффект улучшения общего самочувствия может быть уже на протяжении первых 3-4 дней. Можно ли избавиться от очень тяжелых заболеваний? Да, скорее всего, можно. Доказательства книги Серафима Саровского, где он говорит о том, как поклоны могут вылечить человека. Далее, истории, которые можно прочитать о преклонении перед Матроной, что они делают, они там многократно по 108 или там по 200 раз кланяются, а также истории христианские, когда очень долго и часто кланяются. Также в момент обхода горы Кайлас люди делают поклонение и после этого простирание делают это многократно. Так вот, что человек простирается и встает, это один раз. Что человек вот так вот делает, это тоже один раз. Не нужно никого представлять, ничему посвящать в случае, если человек в течение дня делает вот так вот очень много-много раз, а в иудаизме человек делает вот так, когда читает, допустим, шму с утра или в синагогу приходит, читает молитву. Когда человек делает многократно вот такие движения, он становится существом, которое говорит о том, что в нем существует вера. В случае, если есть вера, тогда человеку можно помогать. В случае, если веры нет у человека, тогда ему никакая сила не поможет. Почему? Смысл помогать человеку, у которого вера отсутствует. Потому что, если помочь человеку, у которого вера отсутствует, то это приведет к тому, что человек скажет, я это сделал. Это увеличит его амбициозность и эгоизм. Человек при жизни может посчитать, что он всемогущий, очень властный. Ну, вы знаете о таких людях. Такие люди были. Это великие императоры, которые прославились тем, что убивали вокруг себя огромное количество людей. это Иосиф Сталин, это Гитлер, это ну, очень много людей таких, понимаете. То есть, люди достигали определенных, люди начинали достигать и взращивали в себе амбициозность, становились очень сильными, влиятельными, и после этого вокруг них происходил крах. Почему? У этих людей не было веры. это поклонение. Еще раз хочу показать, как это делается. Человек ставит вот так руки, делает вдох, удивляясь, и так и таким образом 108 раз или 5 минут утром и вечером. Если у вас сегодня болит позвоночник, ноги или еще что-то, сделайте так вечером, завтра утром и поделайте это на протяжении недели. Вы будете приятно удивлены, как такое простое, очень несложное упражнение может убрать у человека тяжелые, болезненные состояния, или даже тяжелые заболевания. Это же уникально, то, что я даю. А скажите, вы до этого где-нибудь читали об этом или хоть кто-нибудь вам когда-нибудь об этом рассказывал? Стоит ли жениться или выходить замуж? Ответ для мужчин и женщин разный. Мужчина, для того, чтобы у него продолжался духовный рост, а также для того, чтобы он духовно возрождался, этому мужчине необходима семья. Так как для мужчины один из элементов духовного подвига и духовного роста является элемент, где он обзаводится семьей и детьми. Таким образом, если вы мужчина и если вы живете и нет с вами рядом женщины, это будет приводить вас к тому, что вы плавно будете деградировать. Женщина, наоборот, будучи эзотерически, энергетически человеком, которого мужчину вампирит, будучи человеком, который является элементом, ну нельзя говорить элементом, а человеком, который энергетически является как бы человеком, поддерживающим мужчину, у женщины все очень часто происходит совершенно по-другому. В случае, если женщина имеет семью, в случае, если женщина имеет радость жизни и у нее есть о ком заботиться, то для продолжения духовного роста ей нет необходимости иметь рядом с собой мужчину. В случае, если вам не хочется заботиться о мужчине, в случае, если вам вообще не хочется мужчину, не стоит стремиться в этом направлении и не стоит, чтобы такой мужчина рядом с вами появлялся. Поэтому я хочу вам сказать, если вы мужчина и вам не надо женщина, то вы должны стремиться к тому, чтобы она рядом с вами появилась. А в случае, если вы женщина и вам не нужен мужчина, то я могу сказать вам, что есть смысл успокоиться и переместить свое сознание и чувства в другую сторону по отношению к своим детям, по отношению к своему здоровью и красоте и так далее. У мужчины без женщины развивается озлобленность и апатия. Так же не происходит духовной реализации. У женщины все равно. Почему, если жизнь, согласно философии нашей школы, создана как элемент обучения, то у человека не получается обучаться? Ответ этому звучит так. Все это связано с выводами, которые должен сделать человек. Объясняю, как это происходит. Когда женщина, допустим, живет обычной жизнью, и у нее есть сотрудница, которая очень плохо к ней относится. Это сотрудница-сволочь, я условно скажу. И после того, когда эта сволочь делала очень много гадостей, то женщина переходит на другую работу, и после этого рядом с ней вновь появляется женщина, которая сволочь. Потом рядом с ней в виде подруг появляется женщина, или же у женщины появляется мужчина, который занимает деньги. Потом появляется женщина, которая занимает деньги. Потом вновь происходит такая же ситуация, у нее вновь занимают деньги. А скажите, у вас такое было? А ведь если жизнь является школой жизни, то тогда что нужно сделать? Обычно люди из-за того, что ходят в христианскую церковь, а также читали или живут по христианской морали, где одним из главных критериев христианской морали заключается в всепрощающем элементе. Кстати, в иудаизме этого нет, потому что там существует другой параметр, который называется глаз за глаз и зуб за зуб. Там ничего никому нельзя прощать. Я с этим тоже особо не согласен. У меня третий компонент. И в этот момент, когда вновь и вновь занимают, то тогда человек должен сделать вот что. Первое, что он должен сделать, он должен понимать, что тот человек, кто у него занял и не отдал, этот человек сволочь. После этого сделать вывод и сказать себе, что я никому не буду деньги занимать, потому что меня занимают и не отдают, потому что такими людьми нельзя связываться. Это вывод. До того момента и после этого отпустить. То есть не мстить, как в иудаизме, не прощать. А у нас происходит так. Она у меня заняла деньги, но не отдала. Но я ей простила все. Пусть ей пойдет это там на праздники или еще на что-то. Так а зачем нужно было прощать? А человек, если простил, если жизнь концептуал обучающий, то тогда в случае, если человек прощает другого человека, то это в жизни его должно повториться. Почему? Потому что Господь Бог приготовил для него определенную участь, в ходе которой он должен пройти путь, при котором люди занимают у него деньги. И он при этом до того момента, пока он не научится этим людям отказывать, эти люди будут появляться в его жизни для того, чтобы... И он это может сделать только в том случае, если определит для себя, я не могу этому человеку занять деньги, потому что обычно мне не отдают, и они негодяи. И знают, что это негодяи. Людей нельзя прощать. Нужно не прощать, не не прощать. Нужно просто отвлечься и дальше жить своей жизнью. Таким образом, люди плохие из вашей жизни исчезнут. Не знаю, поняли вы, что я сказал или нет. Дальше. Почему люди страдают в жизни? Ой-ой, Таня, позовите Женю, у нас свет пропал. Существуют элементы, почему человек... Почему человек находится в аду? То есть человек говорит, да, хорошо так сказать, но как выбраться из ада, в котором я нахожусь? Могу дать вам совет. Этот совет, он называется совет персонифицированного загрязнения. Персонифицированное загрязнение души. Чем загрязняется наша душа? Я вам скажу эти слова, а вы их 100% забудете, подумайте, что это все не важно, начнете читать Лазарева и прочую ерунду, и в дальнейшем так же и останетесь в аду, в котором вы проживаете. Но если вы примете те слова, которые я вам скажу, я вам обещаю, что они не важны, как бы сейчас вам кажется, но если вы будете их исполнять, то ваша жизнь изменится на 100%, будет персонифицированным раем. Какие это элементы? Человек должен прекратить лгать себе, так же прекратить лгать окружающему миру. И второе, ничего не обещать. И третье, ни в коем случае не мечтать. Почему? Если мечтаешь, делай, а если ты не делаешь, то и не мечтай. Мечты разрушают жизнь человека, переводя его в состояние ада. Я об этом рассказываю на четвертой обновленной ступени школы Кайлас. Так же могу сказать, что душа начинает страдать, если человек врет, а так же не сдерживает свои обещания. Человек должен прекратить врать, особенно себе. Он должен либо не обещать, либо сдерживать свои обещания, даже если ему это тяжело дается. И третье, ни в коем случае не мечтать, особенно вечером. А если он мечтает, то делать что-то для этой мечты. А если вы делаете что-то для этой мечты, можете мечтать. А если не делаете ничего, то даже в этом направлении не мечтайте. Особенно человек разрушает трансерфинг реальности, а так же вот та ересь, которую пишут в разных книжках о том, как необходимо мечтать. Я вам хочу сказать вот что. Мечтайте, и ваша жизнь превратится в ад прямо при вашей жизни. Запомните мои слова, я их еще раз сегодня повторю. Если мечтаете, делайте что-то в отношении вашей мечты. А если не делаете, то даже и не мечтайте. Иначе разрушите свою жизнь полностью. Андрей Андреевич, а вы празднуете Пасху? Да, я люблю этот праздник. Мне нравится праздник Пасхи. Я могу сказать, что я не из христианской семьи. Также могу сказать, что мои родители, сейчас мама верующая, она ходит в христианскую церковь. Наверное, насколько я знаю, там в деревне у нее есть. Там стоит иконка у нее в зале Иисуса Христа. Она там за кого-то молится и так далее. Но я могу сказать вам, что я не тот человек, который исповедует религию христианства, иудаизма, индуизма и так далее. Чтобы понять мое мировоззрение, почему я не верю в эти религии, я не верю в их эффективность. По моему мнению, жизнь человека в аду, она происходит на протяжении жизни, когда человек живет здесь на земле. А жить плохо для того, чтобы потом ожидать Царствия Небесного и в дальнейшем рая. Но у меня много очень вопросов возникает по отношению к раю. Я тоже не хотел бы об этих вопросах говорить, так как считаю, что это оскорбление людей верующих. Я не противник религиозных направлений, только в том случае, если они не сталкивают лбами друг друга людей. Потому что очень часто за счет того, что человек верующий, он начинает искренне верить, что люди неверующие хотят поработить его религию, веру, забрать у него язык и так далее. Как сказал вчера один народный депутат, нет языка, нет еще чего-то. Хотя я могу сказать, что, по моему мнению, тот закон, который приняли на территорию Украины, он был не нужен. Объясню вам почему. Дело в том, что в Конституции Украины уже очень давно принят украинский язык как державный язык. То есть в случае, если он державный, то зачем принимать еще один закон? Но дело в том, что для людей этот язык, он звучал как язык, вернее, закон о языке, а для меня этот закон о языке звучал по-другому. Дело в том, что этот закон, он был другим. Это закон, ограничивающий возможности людей, исповедующихся на русском языке или разговаривающих на русском языке. То есть фактически унижая 30 или 40 или 50 процентов русских людей, которые находятся на территории Украины, фактически они перевели русскоговорящее население в сторону населения национального меньшинства, таких как армяне, грузины и так далее. Скажите, русское национальное меньшинство, его должна поддерживать страна Россия? Должна. И что произошло? Естественно, произошло событие, когда Владимир Владимирович Путин сказал о том, что с удовольствием я готов выдать вам документы в ЛНР, ДНР, и, скорее всего, всем людям, кто русский находится на территории Украины, будучи национальным меньшинством, скорее всего, им в дальнейшем начнут выдавать паспорта. Ну и к чему это приведет? Если Украина собиралась каким-то образом формировать коммуникации с ЛНР, ДНР или коммуникации с Российской Федерацией, ну, заканчивать то противостояние, которое есть, или сохранять свои территории, то то, что они сделали, ни в коем случае не стоило бы делать. Таким образом, те люди, которые начали кричать, мы за державность, наконец-то это произошло, уже нарушили закон Украины, который заключается в том, что не стоит язык, который принят как единственный государственный в конституционном праве, переводить в формат дополнительного закона, так как это противоречит Конституции. Тем самым, 300 человек, которые проголосовали за этот закон, фактически уже сегодня или вчера нарушили Конституцию Украины. Ну вот вам и мировоззрение совершенно другое. И после этого, почему такие грамотные люди, как я, не занимаются политикой? Зачем оно мне? Я занимаюсь эзотерикой, для меня это политика. Я надеюсь, я никого не обидел этим. Андрей Андреевич, вы говорите, что человек рожден для радости. Тогда почему божественные аватары приходят на землю и терпят большие страдания? Чем более развита душа, тем сложнее условия рождения ее миссии. Я считаю себя аватаром. Я считаю себя человеком, которому дана миссия. Я об этой миссии знал с возраста трех или четырех лет. Я понимал, что я буду тем человеком, который будет управлять. Я понимал, что я буду тем человеком, за счет которого произойдет изменение в социуме. Я свою миссию четко принимаю. Я могу сказать, что моя жизнь, она наполнена бесконечной радостью. Поэтому ваше убеждение в том, что аватары их что-то преследовало и ждало, говорит о том, что у этих аватаров отсутствовало состояние радости рас и отсутствовало состояние веры. Я понимаю, что такое верить. Вы представляете, вера является моей защитой, вера является моей энергетической силой, вера является моей, наверное, аватарной энергией, если так можно сказать. Об этом всем написал даже в своей книге. Она называется «Ваджарное сердце». Ну а почему я праздную тогда христианские праздники? Я праздную не только христианские праздники, а праздную Новый год. До этого на прошлой неделе я праздновал Песах, еврейский праздник, связанный с исходом иудеев из Египта. Их Моисей выводил. Мы тоже купили вино, ели мацу из бокалов таких, как они называются, не помню уже. Даже включили звук такой, где пели шму. И слушали Киркорова, мне мама тихо говорила это на основе еврейской песни, очень знаменитой. Естественно, могу сказать, что я праздную все праздники, которые существуют. В случае, если они очень красочные. Мне нравится Песах, мне нравится Пурим. Из христианских нравится Пасха, она связана с яичками и пасочками. Мы будем праздновать. Светлана, моя теща, наделала холодца и за это очень благодарен. Я его люблю. Также, скорее всего, послезавтра поедем все вместе, выйдем на природу. Дети мои разукрасят красками вместе со мной эти яички вареные. Будем ударяться, разрежем эту пасочку, поставим на стол. Будем даже на следующий день, если кого-то там встречать, будем целоваться. Потому что это самое приятное, что есть на праздник Пасхи. Это встречать кого-нибудь и с криком «Христос воскрес, воистину воскрес!» Кого-нибудь целовать в две щеки и потом со всей силы в губы. Особенно, если человек красивый. И знаете, это очень приятно. Это дает радость. Это дает расцвет на земле. У людей появляется доверие. В христианском мире как-то не принято людям обниматься, целоваться. В момент того, когда появляется Пасха, это чуть ли не единственное время, когда люди могут вот так запросто пошутить, поцеловаться. Мне нравятся языческие праздники, Ивана Купалы. Вообще все праздники, которые празднуются, и которые знамениты, и которые прекрасны. И я к ним с удовольствием отношусь. Это возможность испытать какую-то дополнительную радость. Повод для того, чтобы повеселиться. Далее вопрос. Что ждет от человека Бог? Сегодня уже 19.32, скоро закончим. Что ждет от человека Бог? Скажите мне, что может ждать от человека, что может ждать от отец от своего ребенка? Вот смотрите, если Бог отец человека, духовный отец человека, то что должен вот я ждать от своего ребенка, которого я родил? Я могу вам сказать, я ничего не ожидаю. Я ожидаю счастья, здоровья, я ожидаю семейственности. Потому что я бы хотел, чтобы каждый ребенок мой, чтобы у него появилась семья, чтобы у сына появилась жена, чтобы у них было счастье и здоровье. Вот чего я ожидаю. Поэтому чего ждет Бог от человека? Я могу вам сказать, он ждет счастья, здоровья, семейственности. Он ждет радости от человека. Но вот что должен ждать от Бога человек? Я могу сказать. Соблюдение Божьих законов. Вот смотрите, что делает Бог. В физике есть законы, когда определенные электроны определенным образом складываются. Или определенные молекулы определенным образом соединяются. Неужели вы думаете, что если бы Бога не было, это бы соединялось правильно? Такого бы не было, потому что все должно соединяться по какому-то закону. Существует ряд законов. Соединение электронов, соединение определенных химических элементов, электричество, радиация, пар, вода, окружение, магниты и так далее. Соединение молекул, соединение клеток в человеке, формирование гормонов определенным образом. И это все движение электричества, это все имеет определенный закон. Вот этот закон называется общим законом, концептуалом божественности. Этот закон изменить нельзя, как бы человек не стремился к тому, чтобы этот закон перелететь или как-то изменить. Ничего у него не выйдет. Закон есть закон и он божественный. Бог следит за тем, чтобы этот закон исполнялся. Если бы Бог исчез и перестал бы закон работать, то клетки начали бы соединяться как попало. А почему человек начинает болеть онкологическими заболеваниями? Человек болеет онкологическими заболеваниями, потому что у него не бывает веры. Он настолько амбициозен, эгоистичен, что вот до самого последнего момента он считает, что он все способен, он все может сделать, у него все получится и так далее. И он разрушает закон. Какой? Божий закон концептуальности. Закон концептуальности это закон, в ходе которого человек рожден для того, чтобы прожить счастливым. И что может помочь этому человеку? Вера, слова, скоро у меня это будет, и после этого отвлекание от того, что это скоро появится. Почему? Пусть на плечи божественной энергии что-то ложится, пусть общий закон работает. Вы рассказываете о методе с лампочкой. Но после применения не получается забыть о человеке и вновь одолевают страдания по нему. Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно делать? Никак человек не может убрать у себя привязанность от другого человека. В этот момент человек должен выполнять практику, которую я даю на семинаре, который называется убирание зла и проклятий. Или читать код от блуда, или второе, выводить из себя змею, которая выпадает из половых органов и раздавливать ее. Либо есть третий момент, он должен просто отвлекаться. В тот момент, когда человек или он думает о человеке, он в этот момент должен начать проговаривать себе все, что видит вокруг себя. Также я хочу вам сказать, что очень сложно живется тому человеку, который ничем не занят. Если человек ничем не занят, его страдания вырастают. Займите себя чем-либо. Делайте так, чтобы вы были заняты 24 часа в сутки. Если 24 часа в сутки вы заняты, поверьте, вам будет просто некогда чем-то другим заниматься. Начните уборку, начните что-то делать. Труден день до вечера, если делать нечего. Начните за кем-то ухаживать, начните физкультурой заниматься, танцевать. Начните заниматься, распределите ваш день, чтобы у вас не было свободной минуты. Это все отвлекает. Какие методы с лампочкой, такая чепуха. Можно ли эзотерически повлиять урожайность? Ученик платной первой ступени. Как от этого напрямую зависит мое выживание? Возьмите соль, возьмите сахар вернее. Возьмите сахар и идите на поле, где у вас урожайность должна быть. И говорите, я угощаю тебя земля. И рассыпьте этот сахар, пройдитесь сами по полю. Я благодарен тебе и это преподношение от меня тебе. И после этого увидите, как у вас увеличится урожай. Это очень эффективно работает. Мы с сестрой как будто перетягиваем канат неприятности. Если у нее с мужем хорошо, то у меня плохо. И наоборот. Что это может быть? Просто совпадение. Шесть лет живем с мужем. То хорошо, то невыносимо. Как бес в него вселяется. Это может быть все, что угодно. Это могут быть психические отклонения. Это может быть общая усталость. Я хочу вам сказать, женщина, она должна знать, что если мужчина унылый, если мужчина ничего не хочет делать, это говорит о том, что у мужчины не выделяется тестостерон. У мужчины выделяется тестостерон только в двух случаях. Если он занимается интимом с женой своей или в случае, если он кричит. Если вы видите, что ваш муж кричит, скажите, что ему нужно. Скажите, что ему нужно. Ему нужно интим или ему нужно что? Я вам хочу еще раз сказать. Если ваш муж кричит, ему необходим интим. А почему он кричит? Ему необходим тестостерон. Если он не кричит и у него нет интима, то у него будут панические атаки, депрессия, уныние, апатия и так далее. И спасти его будет невозможно. Это частое явление тех людей, которые приходят ко мне. Дальше. Что сделать человеку, чтобы быть богатым человеком? Я хочу вам дать совет. Если вы хотите быть богатым человеком, то вы должны принять для себя такую концепцию. Делайте немножечко больше для своих потомков, чем для себя. Когда я что-то делаю, я это не делаю для себя давно. Я это делаю для своих дочерей. Делаю для того, чтобы у дочерей, у их детей было. И делаю для их детей тоже. То есть я всеми силами пытаюсь следовать словам, которые в свое время сказал Анансис. Делай для своих детей больше, чем ты делаешь для себя. Я с этим абсолютно согласен. Это стимулирует, мотивирует и заставляет шевелиться. А если для себя, то меня все устраивает. Я бы мог ничего не делать. Но когда я думаю о тех детях и своих потомках, которых я люблю, это заставляет меня быть социально ответственным, заставляет меня иметь свою точку зрения, заставляет заниматься бизнесом, заставляет шевелиться в моей жизни. А так для себя я уже все смог сделать. Ну и теперь, я думаю, я ответил на те вопросы, которые были, скорее всего, вам интересны. Скажите, вам сегодняшний семинар понравился? Те вопросы, которые я озвучил, были интересны для вас?